Каждую субботу мы рассказываем о том, о чем не расскажет БСТ жителям Башкортостана. И как-то эта рубрика зашла, что говорится, стала интересна, потому мы ее продолжаем. На минувшей неделе в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан перед самым закрытием сессии выступила министр финансов Республики Башкортостан Лира Закуановна Игдесамова и отчиталась об исполнении бюджета 2021 года. Отчиталась она, прямо скажем, как-то очень странно. Повсюду у Лиры Закуановны экономия и недофинансирование. Например, планировала она истратить на здравоохранение 38 миллиардов рублей, а получилось истратить только 34. И это в ковидный год, отмечу. На физкультуре и спорте Лира Закуановна смогла зажать 400 миллионов рублей. И даже умудрилась сэкономить на охране окружающей среды, на которую выделяют сущие копейки, 28 миллионов рублей. Все вместе это великолепие Лира Игдесамова назвала эффективной бюджетной политикой. Но остается понять, в какую сторону и в чьи карманы экономила так отчаянно Лира Закуановна бюджетные деньги. Было бы здорово понять еще и почему экономия, я беру это слово в кавычки, на здоровье, спорте и охране окружающей среды не коснулась, например, содержания того же самого аппарата правительства и сотрудников администрации главы региона. Почему экономии не было на перелетах джетов во всевозможных направлениях и во всевозможные страны, на содержание самого ради Фаритовича Хабирова, у которого каждое колесо на автомобиле, как выяснилось, стоит примерно столько же, сколько стоит бюджетная поддержанная легковушка. В общем, экономия какая-то у Лиры Закуановны однобокая. Она не касается пышных праздников, салютов, банкетов, вот этих всех увеселений, которым придается бесконечно команда Хэ, а вот на здоровье, спорте и охране окружающей среды Лиры Закуановна экономит очень уж эффективно. Ну и, естественно, осталось понять, насколько сэкономленные на жителях и здоровье жителей Республики Башкортостан деньги откочевали в эти сепаратистские территории в сторону ЛНР и ДНР. На минувшей неделе бдительные граждане в бассейне одного из самых дорогих курортов России, Роза Хутор, обнаружили человека, поразительно похожего на Азамата Абдрахманова. Того самого чиновника-матершинника, который сейчас по версии Радия Хабирова героически представляет Республику Башкортостан в ЛНР и обеспечивает там восстановление народного хозяйства Донбасса, безжалостно порушенного бандеровцами. Так вот, человек, безусловно, безудержно похожий на Азамата Абдрахманова, был обнаружен в бассейне курорта в Сочи. Как только бдительные граждане попытались отчетливо сфотографировать господина Абдрахманова или человека, поразительно на него похожего, отчего-то этот человек, похожий на Азамата Абдрахманова, стремительно умчался за горизонт, рассекая водную гладь. Сам же Абдрахманов, когда ему позвонили журналисты, чтобы уточнить его достоверное местонахождение, бросил трубку и отказался общаться. Согласитесь, все это очень странно, и хотелось бы уточнить, где же находится героический восстановитель народного хозяйства Донбасса? В Сочи, в теплом шикарном бассейне или все-таки под минометным огнем ЛНР? Тем временем, у женушки Азамата Абдрахманова все хорошо. Ее утвердили в должности аудитора бюджетных процессов контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, несмотря на то, что ее трудовой путь, квалификация и опыт ограничивались должностью заместителя главного врача районной больницы. Ну вот такое вот чудо случилось. Открылся неожиданный талант. Теперь она будет контролировать все бюджетные траты в Республике Башкортостан от имени контрольно-счетной палаты. Талантливая женушка оказалась вот у этого защитника ЛНР. Вместе с госпожой Абдрахмановой пост аудитора контрольно-счетной палаты сохранил Рахимьян Гумеров, муж Лилии Гумеровой, сенатора от Республики Башкортостан. Сохранила свой пост и любимица Радия Хабирова Илона Макаренко. Несмотря на революционную позицию своего экс-мужа Сергея Макаренко, Илона Макаренко переназначена на пост руководителя Центра избиркома Республики Башкортостан. Но, как говорится, борозды не испортят очевидно. На прошедшей неделе что-то очень странное творилось вокруг сельского хозяйства Республики Башкортостан и вокруг Министерства сельского хозяйства. Неожиданно стало известно, что во время сахарной паники, помните вот этот период, когда тут все бегали за сахаром, а Министерство сельского хозяйства убеждало нас, что с сахаром забиты склады и просто не успели подвезти. Так вот, выяснилось, что сахара на самом деле тогда действительно не было. Он кончился. И Министерство сельского хозяйства в панике, по сути, принудило производителей сахара из Республики закупать сахар-серец в Латинской Америке по настолько завышенной цене, что теперь образовался убыток у производителей аж в целых 208 миллионов рублей. Вот этим событием, конечно, можно однозначно иллюстрировать тот менеджмент сельского хозяйства, который у нас устроил здесь господин Фазарахманов. Но и этого мало. На минувшей неделе, выступая в госсобрании, господин Фазарахманов заявил, что аграрии в республике в принципе не способны платить положенные им по закону налоги. И их следует, цитирую, понять и простить. Ну, великий экономист и великий сын своего отца Илшат Фазарахманов, похоже, не в курсе того, что в нормальном мире агросервис, агрокомплекс и агросфера это вообще-то часть нормальной здоровой экономики, которая тоже платит налоги, которая процветает, извлекает прибыль и приносит людям счастье и достаток. У меня складывается впечатление, что министр Фазарахманов готовит почву к осеннему провалу собственного министерства, потому что и погодные условия, и финансовые, и тот тупик лизинговый, в который он завел аграрии в республике, безусловно, способствуют этому краху. И теперь господин Фазарахманов тихонько и аккуратно рассказывает нам, почему случилось горе в аграрном регионе, почему у нас тут, значит, не все так, как в прошлом году и хуже, чем обычно. Видимо, человек готовит почву. Вообще, конечно, надо посмотреть внимательно в ситуацию с сельским хозяйством. Хабиров далек от этой тематики, и потому ему казалось, что там вроде как Фазарахманов убежденно, уверенно что-то там делает. На самом деле, конечно, все это сводится к каким-то пляскам вокруг подсолнечного масла, всевозможных, значит, этих перекосов, вроде вот этой закупки сахара сырца в Бразилии и прочих вещей. На мой взгляд, господин Фазарахманов, обычный аппаратчик, а вовсе никакой министр сельского хозяйства. Веселый мэр Уфы этот полигон исключен из государственного реестра. За последние три года и за последние три мэра команды Хэ никто не озаботился тем, что полигон в Черкасах уже нельзя будет эксплуатировать в ближайшее время, и нужно что-то делать. Если Мавлиев теперь не слезет с самоката и не исполнит предписание Росприроднадзора, то город ждет мусорный коллапс, потому что нам попросту некуда вывозить свои твердобытовые отходы. Если Мавлиев не выполнит предписание Росприроднадзора, то его, Мавлиева, ждут неприятности с неисполнением требований структуры федеральной власти. Тут, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. В общем, не знаю, что они теперь придумают. Я думаю, что начнут сейчас вымогать деньги из федерального центра на строительство каких-нибудь мусоросжигательных заводов, а они мгновенно не строятся, а мусор уже нельзя вывозить в Черкасы, а там уже на самом деле назревает какая-то экологическая катастрофа, потому что там уже в бока куда-то зарывают какие-то полости этот мусор, и там в черте что происходит. В общем, конечно, мусорный коллапс у нас на пороге. Модернизация или хотя бы стабилизация требует и жилищно-коммунальное хозяйство Уфы. Однако наблюдать нам процессы в этом направлении тоже не приходится. Зато мы наблюдаем довольно серьезные регулярные аварии. Вот на минувшей неделе порвался магистральный водовод в районе Дема, и тысячи жителей на долгое время остались без воды. Вот это мы наблюдаем регулярно. Единственное, что получается делать регулярно, ритмично и без проблем у наших властей, это поднимать стоимость услуг ЖКХ. С 1 июля подъем цены на ЖКХ и увеличение цифр в платежках произойдет от 3 до 6%. Что-то мне подсказывает, что это будет 6 и больше процентов, потому что уж очень замысловато они научились манипулировать арифметикой вот в этой области. И как-то смущаешь, рассказывают нам, что 6% это вот это без коэффициента, а вот это с коэффициентом. В итоге почему-то математика нам показывает процентов 10-12 обычно подъема цены. Более того, уже через 2 месяца, 1 сентября, нас ждет еще одно повышение стоимости ЖКХ. Имеется в виду вот это то, что уже приняли отдельно локально у нас здесь в мэрии Уфы. Прямо не слезая с самокатом, Авлеев решил с 1 сентября еще раз поднять стоимость проживания в городе Уфе. Тем временем растет волна негодования и недовольства ремонтом дорог. На фоне бодрых отчетов чиновников о завершении сезонного ремонта дорог, шквал писем с фото и видео приходит в адрес нашего канала. Это и улица Пушкина-Свердлова, это и улица Мелюзовская в Уфе, это дорога между селами Булановка и Знаменка, это и Базилеевка, Калининский район города Уфы. Да и, собственно, не перечесть, наверное, всех адресов, венцом всего этого безобразия, конечно, стало то, что буквально вчера на свежеотремонтированном полотне дороги улицы Комсомольской просто под землю провалился КАМАЗ. Ну, слава богу, не целиком, но КАМАЗ провалился, продавив дорожное покрытие. То есть вот за что мы там вот эти безудержные миллиарды Латыпов заплатили? Не пора ли приглядеться к этому дорожнику, талантливому которому достаются все крупные заказы в городе Уфе, не пора ли отправить его дорогой Комлева или прочих вот этих вот товарищей? Цифры, кстати говоря, там вполне себе схожие. Надо только очень внимательно проверить деятельность вот этой компании, вот этого товарища. В общем, мы приняли решение, что на следующей неделе мы проедем по улицам города Уфы и поснимаем на камеру вот этот 99% готовности ремонта, которым нам так бодро докладывают Булушев и Морзаев. А вы, в свою очередь, присылайте нам адреса тех улиц и проездов между домами, где особенно отчетливо видно, что ремонт дорог в республике и в Уфе уже завершен. На минувшей неделе стало известно о том, что суд несколько изменил приговор по делу Миловского парка. Срок Дмитрию Комлеву снижен с 10 до 9 лет колонии общего режима, а вот его подельники Арапов и Рыльцев вовсе отделались условными наказаниями. Оба они получили 5,5 лет условно-соответственно. Оба были освобождены в зале суда. Теперь Дмитрий Комлев с учетом уже отбытого наказания в СИЗО и под домашним арестом и в случае примерного поведения в колонии имеет все шансы вернуться на свободу примерно через 3 года и завладеть бонусом примерно в 2 миллиарда рублей. Это те самые 2 миллиарда рублей, которые не были обнаружены в ходе следствия. Напомню, что удалось арестовать имущество только на 400 миллионов рублей в ходе разбирательства, а вот похищено было денежных средств у дольщиков на сумму 2 миллиарда и 400 миллионов рублей. Вот мне интересно, сколько сидельцев в колониях Российской Федерации, отсидев 3 года, выходят на свободу с бонусом в 2 миллиарда рублей. Я полагаю, что немного. Не так давно в Уфе прошел фестиваль «Сердце Евразии», где прямо со сцены солист некой группы «Пицца» посетовал, что изуродовали, дескать, серыми заборчиками его родную улицу Айской. И тут вот в этот момент мэр Мавлеев, не слезая с самоката, вдруг подумал, что он действительно мэр, и отдал приказ сделать приятное солисту группы «Пицца», а заодно и вырвать эти все проклятые заборчики по улице Айской. Ну и, собственно, в течение суток серые заборчики были вырваны с мясом из асфальта, и мэр Мавлеев укатил дальше на своем самокате. Однако Ратмир Мавлеев оказался невластен над сакральными идеями ради Фаритовича, и Хабиров, судя по всему, не отказался от мысли заполонить город Уфу серыми железными оградками и скверами по миллиарду рублей каждый. Уже на следующий день заборчики Киреева были возвращены на улицу Айскую, обратно вкопаны в асфальт, а мэру Мавлееву было указано на его место и рекомендовано пореже спрыгивать с самоката и кататься себе дальше. Нам на почту пришли материалы с интересной очень историей из села Павловка Нуримановского района, где местные жители утверждают, что утратили возможность попадать на местный пляж на водохранилище, и, значит, вот, что, дескать, местные власти отдали этот пляж в управление коммерсантам, а коммерсанты сделали его платным. Ну, я демонстрирую вам видео того, как это все обстоит. Не берусь утверждать, что все именно так, как они трактуют, однако вот ситуация складывается примерно так, как она показана на этих видео. Беседки за 2000 рублей. Да-то реально беседки? Шатер. Ну, вот теперь самое интересное. Показать, что внутри нет. Здесь дышать невозможно. Стоять секунду невозможно. Снимаю только ради вас. Стою, терплю. Чтоб понимали, что в такой гадюшник ехать ни за что нельзя. Я сейчас бесплатно должен пройти... Нет, ты не должен пройти бесплатно, потому что ты ничего не сделал. Ты нищий, если у тебя нет денег... У меня есть денег, но почему я должен платить за это? Потому что у нас все платят. Все платят, а вы этим и пользуетесь. А еще жители республики возмущены стоимостью проезда на озеро Ослы-Куль, при том, что побережье этого озера, по сути, превращено в свалку твердобытовых отходов. В общем, с пляжами в Башкирии, с приходом теплого времени, выясняется, что все не так мажорно, как было доложено еще в мае. Власти тут нам перечисляли те такие-сякие пятые-десятые пляжи, которые организованы. А вот тут, оказывается, такая история. Судя по всему, она не единичная и носит систематический характер. Но чем же занят новый министр туризма, Рустем Афзалов, спросите вы? Я вам отвечу. Заслуженный эксперимент Сибая, орденоносец и лауреат ордена Салавата Юлаева, победитель горения карьеров Рустем Афзалов, занят тем, что он организовывает экскурсии. Он организовывает экскурсии для сотрудников Белого дома и правительства на вот этом двухэтажном автобусе по городу Уфе. Это правда. Всем сотрудникам Белого дома разосланы вот эти вот сообщения, скриншоты которых мы вам демонстрируем. И там указано, что на двухэтажном автобусе сотрудники Белого дома и правительства Республики Башкортостан могут покататься совершенно бесплатно. Мы, смертные, все будем кататься там по 650 рублей, а своих коллег Рустем Афзалов покатает бесплатно. Вот к этому, собственно, сводится организация туризма со стороны Рустема Афзалова. Большего, конечно, от него ожидать нельзя, и надежды на то, что на пляжах Уфы наведется порядок, нет никакой. А тем временем Рустем Афзалов повышает показатели туристической отрасли. Понимаете, если он по пять раз всех чиновников из Белого дома и правительства прокатит на туристическом автобусе, он вполне может отчитаться о рекордном росте посещаемости этой туристической опции в городе Уфе. Завтра, 3 июля, состоится 62-й очередной стрим «Открытой политики». Так что в 21.00 милости просим всех подключаться к нашему видеостриму на Ютьюбе. Задавайте вопросы, присылайте их заранее. Можно прислать их, и нужно присылать их в комментариях вот под этим сегодняшним нашим видео. Это самый кратчайший путь к тому, что мы их прочтем и на них ответим. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Нам совсем чуть-чуть там осталось до цифры 2200, и мы шагнем дальше. А еще у меня есть отдельная просьба и к стриму, и в комментариях, и где угодно. Пожалуйста, пришлите нам те адреса и привязки в городе Уфе, где дороги на проезжей части дороги, либо дороги между домами в междомовых проездах особенно достойны того, чтобы их снять и показать уровень их убитости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!